всем привет давайте начнем нашу встречу начнем с представления сначала расскажу немного про себя меня зовут все от ляпин я у меня опыт примерно больше 15 лет опыта во фронт-энд разработки но в данный момент я работаю в роли сети о в компании айди дикуди это стартап скажем так отечественный game dev стартап вот и мы специализируемся на разработке мобильных игр в данный момент пока казуальных игр вот на сегодняшней встрече я выступаю в роли эксперта и буду помогать организационно спик спикеру в проведении данной встречи кстати сразу напомню что если по мере мастер-класса у вас будут возникать какие то вопросы пишите в чат чат доступен по ссылке справа от трансляции или в чате в телеграме теперь давайте представлю собственно спикера это роман белов мой коллега член нашей геймдев команды айди дикуди тайп скрипт разработчик на движке кокос которому собственно и посвящена будет посвящен будет данный мастер-класс напомню что мы таким образом пройдем путешествие в тайп скрипт геймдев разработку для начинающих на кокос креатор ром расскажи пожалуйста немножко себе о твоем опыте работы и как вообще ты пришел в геймдев всем привет меня зовут роман белов как сказал уже сева и мой путь в программирование начался изначально очень давно еще в школе я писал на делфи несколько лет активно этим занимался участвовал в олимпиадах даже какие-то места занимал но потом к сожалению я свернул не туда и пошел по пути строительства я проработал 10 лет практически в строительной сфере и где-то чуть менее двух лет назад понял что все-таки мне это не нравится я хочу заняться чем другим и вспомнил что мне всегда нравилось все что связано с айти да собственно говоря все эти годы я следил активно за этим и решил заняться а начал я с мобильной разработки сам изучил достаточно быстро занял точнее именно айвес разработкой работал на свифт участвовал в нескольких проектах и потом меня пригласили не так давно в геймдев собственно говоря в iddqd где по сей день я и работаю и очень этому рад здорово роман скажи еще вот может быть будет полезно как ты читаешь какие навыки конкретно какие скиллы тебе сейчас пригождаются именно в разработке пока занимался строительством я также занимался архитектурной визуализации то есть работал с различным 3d контентом текстурированием рендерингом и вот это как раз мне сейчас очень помогает потому что понимание рендеринга текстур освещение все это в геймдеве как раз используется и поэтому я крайне рад что мои знания и накопленный опыт мне очень даже пригождаются да действительно интересный опыт и как бы я подтверждаю действительно пригождается потому что мы естественно с вами работой вместе еще очень интересно мне кажется переход от свифта в тайп скрипт вот для тебя как это что-то схожее интересное новое для меня да это по крайне очень интересно изучать как я понял новый язык за последние годы я для себя очень понял что мне в принципе нравится что-то учить а переход со свифта на тайп скрипт был легкий честно скажу это тоже сиподобный строго типизированный язык и поэтому меня наверное заняло где-то неделю почитать какую-то документацию пописать пробные проекты и через неделю уже пошел собственно в бой работать на тайп скрипте поэтому это было несложно здорово а именно в геймдев разработки что самое интересное для тебя наверное самое интересное видеть результат что можно в него не только потыкать и поиграть мы даже с нашей командой ждем наших внутренних релизов часто которые по пятницам чтобы проверить и потестировать выходные с новый билд и наверное это самый классный момент что ты реально постоянно видишь и взаимодействуешь тем результатом над которым ты работаешь да согласен это действительно так часто игра так кром ну давай тогда перейдем к твоему докладу вот точнее к мастер-классу хорошо давайте сначала у нас будет небольшая теоретическая часть буквально на пару минут и потом приступим уже к реализации классного проекта давайте поговорим что такое же вообще кокос креатор это бесплатный кроссплатформный движок который распространяется по мэти он позволяет работать с 2d 3d и даже xr контентом первая версия была зарелизена в 2016 году в китае который является развитием предыдущего популярного движка кокос 2d x он был выпущен в 2010 году но позволял работать исключительно с 2d контентом основным языком разработки в кокос креатор является тайп скрипт но при желании можно использовать джава скрипт также есть возможности установки плагинов под c++ и луа проекты кокос креатор компилируется в нативный код для множества платформ таких как ios android harmony us web windows mac и с недавних пор даже nintendo switch а также поддерживает сразу различные платформы мини-игр это facebook instant games вич от мини-геймс и множество других кокос поддерживает различные api для рендеринга для нативных платформ это gel es 2.3 nvn вулкан metal для веба это webgl 1.2 а также web gpu кокос используется достаточно крупными разработчиками такими как prince and moon games ubisoft rovio и например glue мобайл крупные проекты наверное самые реализованные на нем это badlands shadow blades plug in афк арена clash of kings и множество других из плюсов из кокос креатора самый главный это то что он работает все разработка ведется на тайп скрипте все мы знаем что хороших веб разработчиков на рынке труда гораздо больше и соответственно для игровых студий собрать команду будет гораздо легче чем искать специалистов на си шарпи либо на c++ также в отличие от unity и unreal кокос креатор распространяется по абсолютно бесплатной модели и весь его исходный код находится в открытом доступе на гитхабе также из плюсов это отличнейшая оптимизация для веба и мобильных платформ ну а из минусов наверное можно отнести то что не такое большое комьюнити на данный момент также не всегда можно реализовать проекты с очень высокими требованиями графики и наверное бывает иногда проблемы с документацией точнее с их своевременным переводом с китайского так ну собственно говоря таким образом если вы разрабатываете 2d или несложные 3d игры и хотите как можно скорее набрать сильную команду то как вас креатор будет отличным выбором для вас на этом сервисской части я думаю мы закончим и теперь давайте перейдем к реализации нашего проекта и посмотрим что у нас получится нас в первую очередь речает кокос дэшборд здесь мы можем создать новые проекты исходя из шаблона загрузить выбрать какой будем эдитор использовать и так далее соответственно создаем новый проект это у нас будет 2d проект и давайте его назовем флэппи отлично так и создаем сейчас у нас откроется редактор и мы быстро пробежимся по основным окнам подождем пока он загрузится должно достаточно быстро это произойти для тех кто работал с unity я думаю будет все достаточно знакомым потому что создатели кокоса явно вдохновлялись unity собственно говоря слева вверху у нас панель иерархии на которой отображаются все объекты которые у нас есть сцене либо в префабе либо с тем что мы работаем снизу у нас идут ассеты это все файлы которые у нас находятся в проекте снизу внизу у нас находится наша консоль работа с анимацией и превью ассетов справа у нас панель инспектор здесь у нас все свойства наших объектов все компоненты которые мы навешиваем и так далее по центру у нас окно просмотра сцены модели при фаба в общем совсем чем мы работаем и сверху у нас есть выбор превью превью в кокосе можно запускать прямо в эдиторе здесь в браузере и в специальном симуляторе сегодня мы будем запускать все в самом эдиторе так ну и приступаем собственно говоря к самому проекту в первую очередь давайте создадим структуру проекта именно структуру папок все что нам понадобится это естественно скрипты в первую очередь дальше нам нужна папка сцены дальше нам понадобится папка текстуры следующее что нам понадобится это наверное анимации и последняя мне кажется это папка рефабы так анимации только я ошибку допустил сейчас следующим этапом давайте перенесем все текстуры нужные нам для проекта в папку самим проектом так флэпи бат ассеты и текстуры это самый простой способ перенесли и да они все загрузились давайте следующим этапом добавим фон нашей игры и главного игрока так фон сразу обнулим его координаты и добавим игрока так не совсем правильно добавился и сразу важный момент как у нас так как у нас не 3d у нас нету никаких z-индексов все объекты рендерится на зависимости от их иерархии расположения то есть если я поставлю объект перетяну выше за фон у нас он просто исчезнет поэтому за этим надо всегда следить так и все должно находиться на объекте canvas это объект который помогает для рендеринга и все что на нем попадает на собственно говоря в нашу камеру давайте запустим проект посмотрим правильно ли у нас все настроено так но у нас неправильное разрешение сейчас это исправим так 846 на 1500 идем в настройки проекта и меняем дефолтное разрешение 846 на 1500 отлично сохраняем закрываем теперь я забыл сохранить сцену можно создать новую было либо просто нажать control с эту и пускай она будет в папке сцена и назовем ее main сцен отлично теперь давайте поработаем с нашим главным игроком для него надо добавить нам компоненты rigidbody этот объект отвечает за физику объекта сразу включим enable contact listener чтобы он распознавал столкновение с другими объектами нам в будущем это понадобится и давайте добавим коллайдер коллайдер отвечает за столкновение с другими телами так здесь подойдет нам думаю окружность самый простой вариант чтобы не запариваться и настроим быстренько ее слишком большая я думаю вот такой вариант будет просто идеально для нашего случая сохраняем посмотрим что получилось а получилось так что у нас объект проваливается чтобы этого избежать нам нужно отключить одно свойство в его rigidbody а именно awake on load чтобы до взаимодействия какого-то он на него не действовали физические свойства теперь у нас ничего не проваливается все супер так теперь давайте создадим объект game manager этот объект будет у нас руководить всей нашей игрой собственно говоря отвечать за нажатие распознавание столкновение и так далее то есть будет разруливать все объект создали теперь давайте создадим скрипт который мы повесим на него это type script и назовем его точно так же game manager и добавим его к нашему объекту game manager можно просто перетащить сюда все теперь перейдем уже собственно говоря в веб-шторм для написания самого кода так и открываем нужный нам скрипт так у нас в асетах скрипты и game manager в первую очередь так давайте увеличу чтобы это было более читаемо думаю так нормально так в первую очередь нам нужно добавить свойства которое будет видно из графического редактора это у нас будет наша нода именно вот эти все объекты в игре взаимодействия которых на сцене это все ноды поэтому давайте property добавим типа нод и назовем пускай это будет плеер типа нод отлично теперь вернемся наш редактор и увидим так нажмем здесь у нас появилось свойство и просто перетаскиваем нашего игрока сюда все теперь мы можем работать с ним из кода вернемся обратно в веб-шторм и давайте реализуем прыжок при нажатии при тапе на экран либо на тачпад у нас будет прыгать соответственно нам надо кое-что импортировать это input и и еще один input отлично теперь давайте обработчик событий повесим на input input он так input event и event пускай у нас будет touch start то есть при нажатии дальше метод call back это будет this назовем jump чуть позже реализуем и передаем контекст this отлично так теперь реализуем этот метод jump private jump так и в первую очередь нам нужно достучаться до rigidbody нашего объекта сделаем это из кода потому что все импульсы все взаимодействия нужно прикладывать к rigidbody нам понадобится кое-что импортировать еще rigidbody 2d и давайте получим это let body равняется player можно получить его компонент по типу это rigidbody 2d отлично получили забыл поставить равно так и теперь давайте приложим импульс при нажатии притача соответственно body apply линейный импульс к центру для этого нам понадобится еще импортировать вектор 2 и давайте new вектор 2 по x мы не будем передвигаться только по игреку для начала попробуем 100 и второе свойство мы передаем ему чтобы он проснулся соответственно близкое значение труб и давайте перейдем в эдитер проверим что у нас получилось получилось что у нас очень слабо и очень слабо он падает для этого давайте настроим гравитацию это можно настроить для всех объектов но здесь правильно будет для каждого по своему делать ну вот у нас есть у rigidbody значение gravity scale ставим его на 10 отлично и теперь кое-что еще поменяем в коде во первых импульс надо сделать посильнее например 700 и еще нам нужно обнулять текущую линейную скорость объекта то есть он уже либо падал либо наоборот летел вверх и чтобы каждый прошел прыжок был абсолютно одинаковый мы будем сначала ее обнулять соответственно body liner velocity линейную скорость и делаем new vector 2 и ставим ее по нулям так отлично давайте проверим туда вернулись в editor и по мне просто идеально так супер давайте теперь добавим анимацию взмаха крыла чтобы это было покрасивее добавим в папку анимацию animation clip назовем его fly и перетащим его на нашего игрока отлично теперь можно редактировать игрок у нас уже выбран переходим в раздел анимации и начинаем редактировать будем менять фрейм у нас будет самая простая анимация это будут меняться кадры соответственно нам нужен спрайт и спрайт frame frame отлично добавили и теперь нам нужно перетащить сюда просто все наши картинки для анимации у нас обычно покадровая так перетащили посмотрим так сейчас приближу слишком быстро и нужно закольцевать я соответственно давайте поставим 0 2 посмотрим так получилось просто супер выглядит вполне интересно сохраняем закрываем все с анимации на этом закончили единственное что нужно поставить чтобы она начала проигрываться сразу после старта соответственно play on load быстро посмотрим результат да получилось отлично так пора добавлять препятствия для того чтобы было интересно играть соответственно перетащим наш новый префаб точнее не префаб еще а вот наше новое препятствие это у нас просто такая колонна и из нее будет правильнее сделать префаб префаб это по сути дела шаблон заданными свойствами с которым будем уже брать все остальные объекты чтобы они были одинаковы для этого сам простой вариант просто можно перетащить его в папку префаба и он автоматически поменяет свой цвет и станет префабом отсюда можно удалить его уже переходим в редактирование его так для удобства скинем координаты и что нам понадобится также нужно добавить rigged body также поставить enable contact listener и добавляем коллайдер в этот раз возьмем давайте полигональный коллайдер он повторил форму но сделал это чересчур хорошо с точностью очень много точек это будет тяжело для просчета давайте точностью меньшим поставим допущение так 6 и теперь гораздо лучше все с этим префабом мы закончили закрываем так только давайте его переименуем в top obstacle и сейчас создадим то же самое нижнее так сразу переименую чтобы перепутать bottom obstacle отлично и кое-что поменяем в нем повернем его на 180 градусов и отразим по иксу сделаем масштаб минус 1 чтобы у нас были одинаковые блики и собственно говоря текстура и паттерн текстуры был абсолютно одинаковый сохраняем все теперь нам нужно в нашем game менеджере менеджере добавить два свойства которые будут видны из графического редактора для этого импортируем префаб и прописываем проперти новое проперти префаб первое это у нас например top обстакл типа префаб и второе то же самое проперти префаб только это bottom обстакл также это префаб отлично переходим обратно и видим что у нас появилось можно не просто перетаскивать а например вот здесь поиски найти сразу это у нас top obstacle выбираем и bottom obstacle выбираем отлично теперь переходим в код давайте добавим метод который будет генерировать нам эти объекты private назовем его generate obstacles так отлично и в первую очередь нам нужно получить в коде доступ к нашей канве про которую я говорил что только на нее мы можем добавлять все наши объекты иначе они будут невидимы и соответственно давайте добавим лет так канвас для этого нам нужно импортировать singleton директор директор это singleton класса директор который отвечает как раз за все наши сцены которые у нас есть в игре за их загрузку переход между ними и другую связанную с этим логикой поэтому директор get сцен получаем текущую сцену у нее получаем его потомка по имени а имя у нас канвас отлично получили доступ так дальше теперь нам нужно инстанциировать наши префабы и сделать из них объекты поэтому кое-что импортируем так это у нас будет лет сначала давайте верхний топ обстакл равняется инстанциировать так об обстакл отлично дальше нам нужно назначить ему родителя куда он будет добавлен сцену поэтому top obstacle set parent и канвас сюда передаем следующим этапом нам нужно добавить его позицию точнее задать позицию top obstacle set position и пускай это будет для начала 250 чтобы видели сразу в кадре а по у 750 например и последнее про то что я говорил про важность расположения объектов в иерархии за это отвечает sibling индекс который мы сейчас и назначим а у нас под нулево то есть по сути дела все дети в массиве вот этих объектов это обычный массив там начинается с нулевого индекса под нулем у нас идет камера потом у нас идет фон потом у нас игрок соответственно по третьим индексом у нас будут наши препятствия поэтому top obstacle set sibling индекс и пускай будет 3 отлично давайте все то же самое проделаем для нижнего препятствия bottom obstacle здесь тоже самое bottom obstacle это просто скопируем так и повесим его давайте при нажатии пускай они появляются соответственно generate obstacles так все вернемся в эдитор и проверим так ну они появились но все в одном месте все падают и сразу сразу понятно какие косяки есть у нас во первых я забыл поменять координаты по какой они появляются а второе то что они проваливаются нам нужно обязательно у них гравитацию отключить потому что они не должны падать вниз соответственно у верхнего и у нижнего меняем гравитацию ставим gravity scale на ноль а второе что нам надо это позицию во-первых минус 750 и чтобы они появлялись только при первом нажатии поэтому давайте добавим сразу свойства is game started который у нас изначально false и будем проверять только в первый раз будем вызывать этот алгоритм генерации так и в не из game started таком случае добавляем и это свойство меняем на true из game started равняется true отлично так все давайте проверим что у нас получилось это закрываем да теперь объекты не проваливаются отлично давайте следующим этапом добавим им скорость чтобы они передвигались и во-первых уберем их из зоны видимости чтобы изначально нам они были не видны не портило и у нас было время подготовиться и делаем переменную скорость speed и например для начала будет сказать 25 если что потом настроим так и соответственно нам нужно достучаться опять до rigid body и изменить линейную скорость поэтому делаем точно так же как в прошлый раз top obstacle get component rigid body и у него линейная скорость равняется new вектор 2 по иксу у нас она будет отрицательно чтобы она летела на нас минус speed как раз а по игрику под нулю они не должны перемещаться так скопируем все то же самое для bottom так ну давайте проверим а и давайте сразу что препятствия были не одна штука а сразу много и генерировалась поэтому будем использовать планировщик стандартный кокосовский сделаем this shadow так передаем ему наш метод так вставляем и делаем интервал наверное каждые 0 8 секунды sky не генерируется и давайте вернемся в эдитор и проверим что у нас получилось так отлично они генерируются так ну вот еще один косяк мы пробиваем у нас супер игрок который уничтожает все а еще один момент что у нас объекты появляются и никуда не исчезают это неправильно надо сделать будет диспаун так давайте разберемся с двумя этими вещами в первую очередь нам нужно увеличить массу чтобы у нас они были тяжелее игрока за массу в какой у нас отвечает размер коллайдера и свойства его density плотность соответственно давайте поставим 10 тысяч чтоб наверняка и у второго так сохраняем этот префаб и у второго делаем все то же самое так density 10 тысяч так переборщил немного но окей так закрываем и следующее что нам надо сделать так давайте займемся диспауном этих объектов есть два варианта самые простые которые приходят на ум это отслеживать позицию но в нашем случае наверное это не совсем правильно у нас объекты двигаются прямолинейно и со строго одной скоростью поэтому можно просто их уничтожать по определенному таймеру поэтому сделаем также this shadow только в этот раз once и реализуем реализуем так сначала top obstacle у него есть метод destroy он уничтожается просто и bottom obstacle тоже destroy отлично и сделаем это через например две секунды после того как они появились так проверяем все что мы сделали так отлично сейчас сразу несколько пройдем чтобы увидеть слева вы можете увидеть что они исчезают и больше мы их не пробиваем то есть у нас одновременно максимум может быть только три штуки отлично так следующим этапом давайте сделаем реализуем ивент на столкновение когда объект наш игрок сталкивается с препятствием что он будет что-то выводиться например в консоль пока что вы проиграли вернемся обратно к коду для этого нам понадобится кое-что еще это коллайдер 2d потому что нам надо будет до него достучаться и контакт 2d type это тип взаимодействия так давайте сразу на новую строчку перенесем так и здесь также нам нужно достучаться до коллайдера нашего плеера поэтому плеер get component как и раньше только в этот раз коллайдер 2d и у него сделаем метод он тип столкновения контакт 2d type именно давайте когда только мы начинаем столкновение регистрируется передаем ему callback это зис пока у нас этого метода нет он begin contact и передаем контекст зис отлично так реализуем он begin contact давайте здесь так private он begin contact перед так свойства у него будет self коллайдер это нам позже понадобится типа коллайдер 2d и а за коллайдер то с кем он и столкнулся так а за коллайдер а также коллайдер 2d и сейчас особо ничего реализовать не будем просто давайте в консоль выводить консоль ну например you lose отлично проверим что получилось регистрируется ли это событие так да все в консоль выводится отлично теперь что было интереснее давайте добавим подсчет очков при успешном прохождении препятствий для этого во первых нам понадобится лейбл на который будут выводиться все наши очки так перетянем сразу наверх так и быстренько настроим лейбл во первых надпись пускай это будет скор это очень ноль для начала поменяем шрифт который нам подобрали отлично это будет зяк интер лог и сразу настроим размер на 70 70 так вроде то что надо отлично и следующее нам понадобится сенсор который будет реагировать на прохождение через препятствие давайте его сделаем тоже при фабом а теперь с одним по-другому создадим сразу но до при фаб и назовем ее сенсор отлично так перейдем к редактированию единственное что нам от нее надо это получается риггид баде у которого мы также гравитацию отключим и она и был контакт лиснер и добавим коллайдер в этот раз мы сделаем коллайдер квадратный бокс коллайдер и самое главное в нем нам надо включить свойства сенсор иначе мы будем просто в него врезаться а сенсором проходим сквозь этот коллайдер но регистрируется событие соприкосновения коллайдеров отлично а и еще нам надо задать обязательно размер коллайдера размер у нас будет 120 на 470 это расстояние между нашими препятствиями по вертикали так сохраняем окей так теперь переходим наш game-менеджер и нам понадобится добавить во первых лейбл и еще один при фаб так добавляем при фаб это у нас будет сенсор и добавляем лейбл теперь лейбл это скор лейбл типа лейбл отлично так вернемся в наш редактор графический и добавим так наш сенсор и наш лейбл отлично так вернемся в код еще нам понадобится свойство скор который мы собственно говоря будем отображать и давайте мы будем засчитывать очки только после полного прохождения коллайдера соответственно не begin-контакт нам понадобится а end-контакт сделаем все то же самое только здесь end-контакт и метод немножко другой end-контакт сейчас сейчас его реализуем чтобы быстрее скопируем это будет у нас end-контакт отлично и давайте теперь проверять с чем же мы столкнулись чтобы у нас очки не засчитывались когда мы врежемся в препятствие для этого нам как раз понадобится вот эти наши ази коллайдер и в ази коллайдер у него есть нода который он прикреплен и у нее есть имя и вот если это имя равняется сенсор правильно написать сенсор неправильно как раз написал и в таком случае мы добавляем плюсуем наши очки плюс равно одному и выводим на наш лейбл так this score label ой score label а string равняется давайте так не то а string равняется давайте пускай будет score и так двоеточие и наши очки выводятся this score окей а теперь здесь мы должны будем проигрывать только если мы столкнемся не сенсором соответственно не равно сенсор в таком случае я удалил консоль .log ulus ага и теперь нам главное начать генерировать наши сенсоры для этого собственно говоря сделаем все то же самое окей только здесь сенсор здесь тоже сенсор и скопируем сюда так только надо не забыть поменять координату по y она у нас будет всегда по нулю так и сразу добавляем сюда сенсор .deстрой окей проверим так проверяем все очки засчитываются все отлично когда врезаемся выводится но у нас получается достаточно скучно и легко играть поэтому давайте добавим разнообразие по y для наших препятствий сделаем их это достаточно быстро но вот например здесь let y random добавим такое переменную и она у нас будет случайно генерироваться так mass random так проверяем что он больше или меньше 0.5 и либо единица либо минус единица и все это умножаем на наш максимальный разбег который возможен то есть mass floor здесь mass random и давайте сделаем наверное 300 этот разбег и соответственно здесь будем плюсовать плюс y random здесь тоже самое плюс y random и здесь вместо нуля просто y random отлично так проверим что у нас получилось все супер следующим этапом нам нужно добавить окно завершения игры когда мы во все это врезались так добавим новая нода назовем ее failure window отлично к ней теперь мы добавим темный экран который у нас будет затем затем менять все ну и сделаем его с прозрачностью 50% отлично и добавим две кнопки это нам restart кнопка нужна будет так сюда вниз переместим и кнопка главного меню которую мы чуть позже реализуем так так примерно и добавим давайте надпись какую-то что мы проиграли сюда надпись you lose и сделаем ее побольше отлично изначально пускай у нас это окно а ну то что это кнопки давайте сразу добавим к ним ивенты по нажатию это у нас будет добавим button что это вообще кнопка и пускай она пока у нас просто расширяется при нажатии сохраняем это прячем и теперь нам надо добавить новую ноду в код которую мы будем показывать соответственно нам понадобится вот этот фейлер window так фейлер window и быстро добавим его в редакторе перетащим сюда отлично сохраняем и теперь при столкновении давайте будем показывать это окно фейлер window у него есть свойство active равняется true отлично быстро проверяем так смотрим врезали все теперь надо быстро реализовать логику что у нас при столкновении перестает генерироваться все объекты и те которые есть останавливаются для этого воспользуемся таким методом this unshadow all calbacks и будем проверять давайте все объекты которые у нас остались мы их остановим соответственно нам нужно директор вызвать у него получить сцену у него дочерний объект canvas только это у нас string и у него есть массив всех его детей проитерируемся по нему и будем проверять по имени достучимся если value точка name равняется например top obstacle либо сейчас скопирую быстрее и еще либо у нас получается сенсор либо bottom obstacle в таком случае мы должны остановить соответственно value достучимся до него до его rigidbody а это как в прошлый раз get component rigidbody у него есть линейная скорость как мы уже знаем и просто обнуляем его вектор 2 по нуля так отлично и проверяем все что мы сделали так сразу столкнемся все все становилось супер теперь настало самое время создать нам новую сцену главное меню чтобы это было больше похоже на полноценную игру сохраняем нашу сцену переходим в папку сцены и добавляем новую сцену новая сцена и назовем ее main меню отлично теперь открываем в ней давайте сразу создадим объект main меню и к нему уже давайте добавим фон он в нуле отлично и добавим единственную кнопку play так только это не к фону наверное а вот сюда переместим вниз теперь нам понадобится новый скрипт который будет отвечать по нажатию этой кнопки отрабатывать так добавим скрипт давайте назовем его так так и назовем main menu main menu отлично и перейдем к редактированию его так вот у нас появился main menu и единственное что нам нужно импортировать это директор и давайте добавим метод private start game окей ошибка так единственное что делать директор загружает сцену и загружает он ее ищет по имени а у нас имя той сцены нужны на main сцен отлично теперь добавьте повесим это все на компонент main menu добавим наш скрипт перетащили и перейдем к нашей кнопке добавим компонент кнопка пускай она также будет расширяться при нажатии и добавим один клик ивент соответственно теперь добавляем main menu где находится на скрипт у него есть скрипт main menu и start game все теперь главное поменять с какой сцены у нас стартует игра это будет main menu и смотрим так все игра началась все и последнее что нам осталось реализовать это вернемся обратно в нашу главную сцену и снова покажем наш окно и добавим еще один скрипт type script new component это у нас будет failure window сейчас быстро перейдем в webstorm напишем два метода и потом скроем обратно это окно так здесь у нас будет private private restart game первый метод второй у нас будет main menu так и сделаем все то же самое что в прошлый раз сюда мы накидываем этот скрипт можно его отсюда failure window и переходим в наши кнопки restart мы добавляем click event ищем failure window у него скрипт failure window и у него это у нас restart game и все то же самое делаем со второй кнопкой только другой метод мы находим так failure window на котором у нас висит скрипт дальше скрипт failure window и main menu отлично сохраняем а точнее сначала скрываем и сохраняем сцену давайте реализуем первое что нам понадобится это директор и реализуем самый простой метод директор load сцен и давайте так же по названию main main меню отлично быстро проверим что у нас получилось так начинаем разбиваемся и переходим обратно все супер уже похоже на главную игру а давайте знаете что сделаем передвинем нашего игрока то это нереально сложно хоть flappy bird и подобные игры должны бесить но это уже перепор так реализуем быстро последний метод который нам остался это restart game что нам нужно сделать это во первых прятать окно проигрыша потом нам нужно возвращать нашего игрока на нулевую позицию где он начинал чтобы он не вращался чтобы он заснул чтобы на него не действовали физические свойства на нажатии и у game manager нашего класса который мы до этого писали свойства из game started поменять и очки ну и удалить все остальные препятствия которые остались давайте этим займемся в первую очередь давайте достучимся до game manager у которого все это есть let game manager равняется это у нас директор get scene получаем сцену и мы знаем что на ней у нас есть дочерний объект с именем так перескочил случайно так давайте увеличим тоже это плохо видно с именем game manager отлично и у него теперь компонент получим get component только в этот раз у нас имя класса нашего game manager все получили теперь мы можем достучаться до любого свойства которые у него есть в первую очередь нам нужно скрыть окно так game manager failure window точка active равняется false дальше давайте позаимедействуем с нашим игроком game manager player у него надо достучаться до компонента rigidbody соответственно нам нужно импортировать его rigidbody 2d так компонент rigidbody 2d и у него есть свойства slip отлично следующим давайте вернем позицию game manager player set position это у нас минус 150 как мы только что подвинули и вторая нуля второе что нам нужно это вращение после столкновения он мог начать вращаться немножко поэтому set rotation также по нулям и следующее спасибо и следующее последнее что нам надо сделать это обнулить очки game manager score равняется нулю и label game manager точка score label точка string равняется score score 2.0 а и последнее нам нужно удалить все наши объекты препятствия которые уже есть на сцене давайте отсюда возьмем этот кусок чтобы не писать его заново и вставим только немножко логику изменим здесь нам не нужно обнулять скорость они уже стоят просто сделаем destroy так вроде бы все надеюсь я ничего не забыл давайте проверим так начинаем игру проходим чтобы у нас очки были и врезаемся и начинаем снова все мы реализовали а я последнее забыл все-таки сделать это нам нужно скинуть свойства game manager is game started равняется false так все возвращаемся в игру и проверяем давайте сразу же врежусь врезался окей начинаем все игра полностью готова мы полностью реализовали и последнее что нам осталось это сбилдить проект заодно сейчас быстро посмотрим как мы можем подо что билдить здесь выбираем у нас множество множество платформ давайте webdesktop пускай это будет делаем 846 на 1500 и пускай у нас билдится оставляем его ну собственно говоря на этом все мы за такой короткий промежуток времени реализовали полностью весь проект он собственно говоря будет выложен на репозиторий и чуть позже мы приложим ссылочку в наш чат и к проекту ой к выступлению презентации ссылку на репозиторий вы сможете скачать и посмотреть сами спасибо вам что были с нами смотрели на это все надеюсь вам понравилось передаю слово моему коллеге Севе да Рома отлично спасибо почти уложились вовремя кстати в чате было достаточно много активности очень много вопросов давай попробуем какие-нибудь все-таки разобрать уже на дискуссии да нас тут поправляют что нужно отправляться все-таки на дискуссию тогда все вопросы разберем уже на отдельной дискуссии так напомню зрителям что вы можете также оценить доклад и спасибо всем что нас слушали надеюсь вам было интересно понятно вот и давайте продолжим общение и в том числе ответы на вопросы в отдельной дискуссии мы буквально сейчас отвалимся и туда присоединимся и кстати да вот сразу скину в чат ссылку на репозиторий да да вот ссылку на репозиторий в который мы чуть попозже просто выложим этот проект и может быть кому-то будет полезно все еще раз всем спасибо кто хочет продолжить с нами общение увидимся буквально через пару тройку минут всем спасибо 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 Продолжение следует...